Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, сегодня в Пресненском суде идет слушание дела Михаила Ефремова по существу, после часового перерыва Добровинский предъявил таки гражданский иск, солидарный гражданский иск от всех троих доверителей, один это брат, младший сын и жена, с которой не жил Захаров 22 года, значит они просили 1 рубль, я сразу скажу свое мнение, я считаю, что это тактический ход, чтобы утопить Ефремова еще больше, ну вдумайтесь, после такой волны общественного осуждения, когда говорили, Эльман Пашаев говорил в первую очередь, сегодня Добровинский, кстати, об этом тоже упомянул в суде, 40 миллионов, 100 миллионов, 150 миллионов, если бы эти люди попросили любую другую сумму, кроме 1 рубля, волна всеобщего осуждения, просто они бы утонули в ней, поэтому у них не осталось никакого другого выбора, кроме как просить 1 рубль, значит я считаю, что это тактический ход, тактический ход Добровинского, считаю, что Добровинский не просто так совершенно здесь участвует, поначалу, если помните, был Валерий Захаров признан потерпевшим, это брат, он потом начал, Пашаев звонил, Захаров ответил, что-то они там поговорили с братом, это было недопустимо для, видимо, линии, которую брал Добровинский, и сделали так, что сразу начали говорить, надо заменить потерпевшего, будет замена потерпевшей стороны, хотели сразу вот жену, с которой не жил 22 года, и потом всех сделали, значит, для суда, конечно, это имеет колоссальное значение, люди говорили, хотим справедливого суда и так далее, то есть, ну как вот, я уж извините за громкие слова скажу, это мое субъективное оценочное мнение, я призываю никого не оскорблять, но как бы люди жили просто потом в этой стране, понимаете, хотя все осуждают практически, значит, хотели справедливого суда, приходили, говорили, нам нужен справедливый суд, да, но тут деньги, значит, нужно сказать, что я считаю, что мама имеет право полное на компенсацию, полное, жена, мое мнение, 22 года, не жила, это чужой человек фактически, значит, брат абсолютно, я считаю, тоже нет, вот дети, да, хоть и взрослые, но это все-таки они потеряли отца, я считаю, что в какой-то степени здесь потерпевшие какие-то имеют право на компенсацию, но, понимаете, волна всеобщего осуждения, она была не потому, что люди не имеют права, потому что они пришли и сказали, нам все по закону, нам деньги не нужны, а потом начали говорить про деньги, вот в чем вопрос, и если бы сразу пришли и сказали, да, мы считаем, что мы пострадали, мы хотим компенсации, возмещения морально в сумме максимальной и так далее, ну, люди понимали, да, имеют право просить, но вопрос в другом, в том, что я хочу сказать, у Добровинского все обставлено просто железобетонное, я надеюсь, что у Паша какие-то доказательства неопровержимые есть, потому что сегодня пришел эксперт, который сказал, что смерть наступила от травм, не от того, что перевернули, а от именно столкновения, и, значит, сын с слезами на глазах говорил, что дайте Ефрему максимальное наказание, и жена рассказала, что все было замечательно, 27 лет в браке, а Стерхова не пустили в зал суда, не признали близким человеком, она не имеет права участвовать в процессе, то есть она не могла противостоять и сказать, что, ребят, да вы что, да, мы с ним на море ездили, да, мы с ним, то есть жена сегодня сказала, я вообще не знала, что у него любовница есть в Москве, у нас великолепная, шикарная семья, все, но, правда, она не знает, сколько он зарабатывал, за сколько снимал квартиру в Москве, да, или комнату, поэтому, а у Стерхова и фотки есть, как он, так сказать, массажа делает, свидетели, там все, но ее не признали, потому что это не вписывается в план Добровинского, как мне кажется, это мое мнение, и вот предъявили на 1 рубль, но на другую сумму разве могли они предъявить? Это вот показательно, плюс ко всему, как вариант просто, как мое мнение, да, старший же сын, у него вдруг свой адвокат, а почему мы не можем представить, что, например, это адвокат, вот Добровинского 6,5 миллионов на 4 поделите, будет как раз примерно та сумма, которую получают люди, потерпевшие там, ну, от 700 тысяч до 1,5 миллиона в таком случае. Можно так считать, что Добровинский отвел от себя просто, мало ли что там будет, чтобы не было волны осуждения и так далее общественной, можно, можно, как вариант, но тем не менее предъявлен иск на 1 рубль, значит, давайте вот послушаем, что ТАСС цитирует, что написано в иске, кто может возместить на мужа, отца и брата, какая сумма может возместить, никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег, Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска стоит 1 рубль, зачитал текст иска Добровинский. «Иск, заявленный потерпевшими, оказался символическим, удивил своим размером», — пишет ТАСС. «С самого начала этого процесса мои доверители, — говорит Добровинский, — заявляли, что хотят только справедливую суда над Михаилом Ефремовым. Все инсинуации по поводу немыслимой компенсации, которую они якобы требовали от господина Ефремова, были лживы, о чем я говорил, отвечая на опрос у журналистов», — пояснил Добровинский ТАСС. Надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации. Добровинский сказал, что заявляя иск в такой сумме, потерпевший просит лишь о справедливом наказании для подсудимого, 200 раз это он повторил, и о том, что им не нужно грязных денег артиста, пропитанных кровью погибшего. Значит, также Добровинский зачитал многочисленные заявления адвоката Ефрема Эльман-Пашаева о том, что потерпевшие требуют крупную сумму компенсации и опроверг их. Сторона защиты Ефремова, Эльман-Пашаев, согласился он с приобщением к материалам дела этого иска. «Хочу обратить внимание», — сказал Эльман-Пашаев, — «что в тексте иска сказано ДТП, совершенное Ефремовым. Но это еще даже суд не установил, так что иск составлен неграмотно. Но я не против его приобщения, это правопотерпевший», — заявил Пашаев. Вот такие новости, значит, ну что я могу сказать. Итак, Добровинский еще заявлял, что у него два варианта иска, и в зависимости от поведения Ефремова, от того, как он ответит на вопрос, некий вопрос, так скажем, Добровинского, Добровинский предъявит или один вариант иска, или другой вариант. Какой был другой вариант, мы не знаем, но теперь мы знаем, какой был вариант, который он привел в суде. Пишите ваши комментарии, крайне интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ребята. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok